Вчера, 25 июля, депутат Народного совета первого созыва ДНР от Горловки Юрий Крикуленко посетил один из самых опасных районов города, который ежедневно обстреливается со стороны ВСУ – поселок Зайцево. Там Юрий Крикуленко встретился с директором КПС Зайцево-сервис Ириной Дикун, с которой обсудил ряд жизненно важных вопросов поселка. Особое беспокойство вызвало отсутствие электроснабжения и перебоев подачи питьевой воды. Моя цель сегодня – посмотреть лично, какие вопросы, какие проблемы у жителей Зайцево образовались и какие из тех вопросов, которые мы наметили решить, до сих пор не решены. Наша задача также – узнать, как восстанавливается трубопровод, поскольку проблема второстепенная после разрушения домов – это отсутствие воды на Зайцево, а также порывы по улицам. Они происходят в связи с тем, что вода Донбасса не ремонтируют по причине того, что они не находятся у них на балансе, а находятся у железной дороги. И вот такое перефутболивание происходит. Нам надо все-таки определиться, будет вода Донбасса делать или железная дорога. Сегодня, 26 июля, на аппаратном совещании, которое состоялось в здании администрации города, начальник ГПСО города Горловки МЧС ДНР Сергей Никитенко предоставил статистику несчастных случаев. На сегодняшний день от пожаров пострадало более 30 человек. 10 человек погибло на водоемах города. На сегодняшний момент у нас по городу Горловки произошло 230 пожаров, на которых погибло 11 человек. Травмировано 18 человек. Спасено 8. Значит, если брать статистику наших выездов за последнюю неделю, то в городе произошло 35 пожаров за неделю. Это очень большое количество. Это был всплеск температурный режим, и в городе он дал себе знать. По центрально-городскому району 13 пожаров было, Никитовский 13, Калининский 9. Из этих 35 пожаров 25 – это была сухая трава, мусор. В сегодняшний день 10 людей, которые погибли на водоисточниках. В Горловке на прошлой неделе совершено двойное убийство. Данное событие произошло в Калининском районе города. Все участники преступления состояли на учете городского психоневрологического диспансера. О происшествии рассказал начальник криминальной полиции Горловского ГУ Александр Попов. В МВД ДНР регулярно мы публикуем все, что в резонансных событиях происходит. Из последних – это на той неделе Калининский район, улица Вильнюса, было совершено двойное убийство. Преступник задержан, преступление раскрыто. Все участники события состояли на учете ГПНД с теми или иными диагнозами. В обычное бытовое происшествие вследствие употребления спиртных напитков. Вот так ситуация.